Это Зоя Фалькова, она очень крутая алматинская фем-художница. Это вот техника шелкографии, печати. Алтын Копалова собирает экспонаты для музея со всего мира. Не важно, кто и где написал картину. Важно, чтобы это отражало внутренний мир женщины, ее боль, чувства и взгляды. Голоса женщин звучат намного реже, чем мужские голоса, потому что столетиями арт-институты принадлежали мужчинам, будь то университет, мастерские или даже такие формальные группы, как соис художников. И поэтому мы очень сфокусированы на поддержке творчества именно художницы. Алтын вместе с единомышленницами отбирает работы для своего музея на выставках. Какие-то картины они покупают в интернете, какие-то присылают в музей в качестве подарка. А вот этот экспонат команда создает сама. Ковер цветокрови, в центре которого будет пустое пространство в виде женской фигуры. Плотное плетение говорит о том, как крепко насилие обволакивает женщину. Ковер, потому что это символ очага домашнего, который все время женщинам говорят про уют, про то, что там создавали. И в итоге женщины умирают в своих же домах. Здесь можно увидеть достаточно провокационные для традиционного общества экспонаты. Например, статуэтки в виде женских половых органов или обнаженные тела. Но Алтын говорит, что вся провокационность в том, что их автор – женщина. Даже в классических музеях ее всегда было много. Просто тогда, ну, когда это делают мужчины-художники, ни у кого нет вопросов. А как только женщина сама начинает говорить про свое тело, там, про свои права, это начинает будоражить умы каких-то патриархальных групп и людей, и в том числе государственных чиновников, которые очень следуют такой повестке политической, которая никак не развивает права и возможности женщин. Такие художественные пространства – редкость для Центрально-Азиатского региона. Идея создания музея возникла после нападения на первую феминистскую выставку в Бишкеке, арт-куратором которой была Алтын. Поддержки от государства женщина и не ждет. Все, что мы видели от Министерства культуры – это цензура, цензура и давление, и вообще поддержка каких-то нацпатриотов, да, групп этих нацпатриотов. Поэтому, и мне кажется, наш музей вообще возник как протест этой цензуре, которая идет со стороны Министерства культуры, чья повестка политическая очень-очень патриархальна. Сейчас же Алтын с единомышленницами периодически проводит выставки, на которых можно познакомиться с полной экспозицией. В планах у Алтын создать онлайн-версию музея.